Всем привет, с вами Прио. Старые рейды, это замечательно. Те рейды, которые хотя бы еще немножечко актуальны, они просто превосходны с целью того, чтобы лутать с них различные ачивочки, ну и с целью того, чтобы лутать с них различных маунтов. Как вы знаете, в течение полугода я уже вожу людей в битву за Дазара лор, и относительно недавно кто-то на стриме предложил, мол, типа, Макс, го, сделаем славу рейдера Дазара лор. Желающих будет уйма. Изи сделаем. Изи сделали, не отрицаю. Насчет уйма желающих, 9-10 человек при условии того, что в рейд обычку могло влезть 30, ну такое себе, где-то меня немножко обманули. Хотя анонсик был, да, анонсик был как в сообществе игровом, в котором, собственно, происходят все анонсы рейдовых походов за маунтом в эпохальную бзду, ну и в Дискорде анонсик был тоже. Окей. Следующие 25-27 минут, окей, грубо говоря, полчаса, будут рассказывать вам абсолютно обо всем выполнении достижений в битве за Дазара лор с целью получения славы рейдера Дазара лора. Девять достижений, скажу так, они раскиданы еще по-дурному немножко. Самый первый ачив, какой у нас тут на блестяшке, он немножко дурной. Далее, второй ачив, там яйцо как-то непонятно спавнилось у нас в плане того, что иногда оно было, иногда его не было. То есть, ну, непонятно. Окей, на гронге ачив легкий, подсолнух ачив легкий, динозавры очень легкие, неприкасаемые очень легкие, следующий очень легкий ачив. Бело немножко стоит задуматься, там, насчет позиционирования своего, но вы все и так сами увидите. Зимние забавы, просто три человека мобильных нужны и все на этом. А ачив легкий, если вы и так знаете, что нужно на Джейне делать, а не убивайте ее просто по тактике, где не кикается каст. Вот и все. Приятного просмотра, всех благ, счастья, здоровья желаю вам. Берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. Все взяли баф с мусорной кучей по ходу боя. Сначала украли три блестяшки с послушниц, потом три монетки с рыцарей, потом три монетки с босса. Ачив засчитали, чтобы было легче в бою. Сразу поставили метки на прислужницу и на одного рыцаря, с них и воровали, а остальных убивали. Один из танков отвел их в сторону от босса, чтобы не убить. Когда украли три блестяшки с прислужниц, всех остальных прислужниц, появившихся в бою, убивали. С рыцарями также украли три блестяшки, потом всех рыцарей убивали. Последние три блестяшки украли с босса, и ачив получен. Есть еще смечание. Если вы превратились в саурон и уже не нужно красть монетки, то просто ее украдите, но в кучу не несите. Превращение в саурона спадет через 30 секунд, и вы сможете дальше выполнять свою роль в бою. Окей. Тогда я маркаю двух мопцов. Я их отвожу на себя. Ну и все. И вы сначала у них кратете по три штучки. Если кто без войса, то ну просто пишите, типа, украл у рыцаря, украл у послушницы. Делать в бою ничего не нужно, поэтому, ну типа, действуйте. То есть красть можно только в момент превращения в саурида. Все понятно. РЧ. Дайте бафчик. Кучу не потрогал. А. Стамина. Черепушку убить, луну и квадрат я заберу. Дайте на это время немножечко. Окей. Сейчас я наагрю, а то они, типа, кастеры, неприятные. Ну все, крадите у них потихоньку. Если это возможно. Отвернитесь от рыцаря. Спиной повернитесь к нему. Давайте это поменьше дамы джи ловить. Все такое прочее. Касты необязательно даже кипать. Отвернемся. Отвернемся. Кау, рыцарь. Вот, я вижу монетки на вас некоторые добавчики. По три только нужно. От каждого, типа, типа, мобов украсть. Сначала с послушницей рыцаря давайте выкрадем. Потом уже с босса. Правильно? Правильно. Рыцаря украла. Окей. Какой у нас прогресс получается? У рыцаря сколько и у послушницы сколько из трех выкрано? Потому что я только учусь. Три всего на рейд. Смотри. Три всего на рейд. Три у рыцаря, три у послушницы, три у босса. Три у рыцаря. Да, я босса заберу на чуть-чуть. Пока что это стаки. Пусть с тебя спадут, а то больно. Можешь забирать обратно. И мобы, которые вылезли, их убить. Вон, послушница. Нагривай, нагривай их на себя. А я этих пока что так вот отведу в уголочек. Напишите в чатике рейдовом, кто у кого украл. Типа рыцарь или послушница. Ну, буковка Р или буковка П. Окей. Рыцарь в рейде бегает, забери его. Нам, получается, одна монетка с послушницей осталась, если я правильно понимаю. И три с босса. Давайте действуйте. Послушницы сейчас украду. Еще раз громче. Послушницы сейчас украду. Все, три с босса остается, значит. Одну с босса украду. Окей, хорошо, значит, две с босса остается. Ну, господа, этот ачив на вас. То есть, если вы его зафейлите, то это вы его зафейлите. Не убивать, не уб... А, ну можно убить мобов. Да, все верно. Крадите с боссом. Босса я забрал. Рыцаря можно убить. Отвернуться. Сколько с босса выкрано, рассказывайте. Напишите, кто украл у босса буковку Б в чат. Блядь, четыре? Серьезно? Ну, господа. Ну, убиваем босса давайте, окей, ладно. Хорошо. Давайте попробуем, что из этого получится. Убивайте босса. Как бы, если нет, мы другие ачивы поделаем. Хорошо. Давайте, допинуйте босса, я пока отвлекусь на минутку. Барень, это майор, как он друль. Может, вайп на 3-е? А там, когда? Да. Долбеть. Ну, не засчитайте, следующие ачивы сделаем. Потом на следующем, когда соберемся, еще раз шотнем, да и все. Можем в героек сейчас зайти, если ачив не засчитают. А, засчитали, все, молодцы. Я не знаю, что вы там натворили с этими монетками. Я ни разу это не пробовал ничего абсолютно, но вы молодцы, окей. Тактика хорошая насчет того, что написать буковку, у кого вы украли. Я это, инноватор. Окей, идем дальше. Следующие ачивы даже легче, я серьезно сейчас говорю. Ой, нам нужен человек, который возьмет яичко. И с этим яичком будет бегать весь бой до того момента, пока не морфнится монах. Получается левый босс. И то есть суть в том, что он должен сделать свое дыхание на это яичко. То есть этот человек должен подойти под клив. Вот. Мне нужно типа подумать, кто это будет. Кто может это реализовать. По идее, это может сделать какой-нибудь демон-хантер. Короче, шотаем все сферы, после этого берешь яйцо. Без разницы, две или три сферы. Отсчет. Считаю, я сам себя уже перекрутил. И кстати, мне тут, наверное, в танке не нужно было оставаться. Я тоже мог в ДД прыгнуть. А, у нас БМ-хан. Понимаю. Дальняя третья сфера. Там рейнджи. Можете тоже в нее прыгнуть. Все. Можете, получается, яичко брать. Взял. Замечательно. Ну и все, шотаем. Пробегаем фазу быстро. Поступ можно юзнуть и прямо через шары бежать. Терпи опочка. Сейчас мы тут 30% сферочек. Самое главное, в трап не попади. Так, а теперь давайте процентов 30 и стопнем ДПС. Нам нужно морф его увидеть. И чтобы опочка попал под дыхание. Стоп дэмэдж. Стоп, стоп, стоп. У вас потому что бледы, гашинги там. Тики дот, питомцы. Аккуратнее давайте. Ничего себе, как резво ДПС стопнули. Типа в мифик гильдиях так не стопают. Сейчас серьезно говорю. Чуть-чуть можем автоатаками поковырять. Охуеть дэмэдж стопнули. Реально стопнули. Жуть. Все, стоп, стоп, стоп. Теперь реально стоп. Не смешно уже. Дыхание будет? Давай подморду опочка. Ага. Ага, я понял. Когда будет дыхание. Вот ты, типа, должен подморду быть. На меня фаза прокнула, мини-игра окей. Ну, если что, босса на агрыш, там на себя латвринян. Чекай, где она? Ага. Аккуратненько. Бля, окей, теперь тебя закинуло. Хорошо. Но я на агрыш на себя не проблема. Ты попал под дыхание, правильно же? Да, по мне дома прошел. Ну, получается, что-то им босса. Или еще, может, одно дыхание для полной гарантии? Давай. Давайте еще одно. Нас вроде босс не сильно бьет, да. Хиляйте там, господа друиды, присты. Вас немного, но все же копию кайдите. Не ловите дэмэдж от нее. 40 карабта зачем носить? Не надо. Следующее дыхание. А что-то непонятно, когда у меня нет таймера. Ну, теперь точно убиваем. Теперь точно, я думаю, надо килять. Но там опять танка закинула в мини-игру. Как же это смешно. Это просто бред. Появляется сразу просто шопить ее и все. Да, да. Все, молодцы. Ну да, пока разобрались. Окей. Ну, самое главное, разобрались, молодцы. Так, тут нам нужно к боссу притащить 6 бочек, которые вот прям тут уже где-то стоят. Так что это. Чекайте бочки и как-то раз зачистим, принесем их наверх. 6 бочек. А чиф легкий, кстати, очень. Так, поднимите 6 бочек, которые находятся перед подъемом в Гронгу. Сложите их рядом с боссом, начните бой. Бочки уничтожают способностью босса кулак смерти для альянса. Ваши танки должны позиционировать себя около этих бочек, чтобы те попали в радиус действия этой способности. При разрушении бочки Гронг получит баф. Примат безумия. Эффект суммируется. Который дает ему 20% прибавки к урону на 30 секунд. Геру. Антишка даст нам. Да вообще по-хорошему все в бочках могут стоять. Ну да, 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 стойте в бочках, чтобы туда кулак останулся. Сейчас он скоро будет. Вот он, кулак. Выбегайте оттуда. Все, он их сломал. Видите, 6 стаков на нем. Все, келяем босса. Так, смотрите. Вот у меня есть подсолнух, значит, да? А у вас нету ха-ха? Ну может у кого-то есть, ладно. Смотрите, питомец, да? Подсолнух. Вы кликаете по нему, кликаете по нему правой кнопкой, запомнить цель. Ваша задача. Сейчас расскажу, что нужно сделать по ходу этой ачивы. Чтобы заработать достижение, убедить, что хотя бы у одного игрока есть питомец, поющий подсолнух. Достижение персональное, и для его выполнения требуется, чтобы игрок находился под действием сияющая аура. И использовал эмоцию слэш похвала на поющем подсолнухе. Не обязательно, чтобы питомец был именно ваш, подойдут подсолнухи других игроков. Чтобы попасть под сияющую ауру, один или двое игроков должны подобрать топаз сияющего солнца. Это, по-моему, рейнджовый камушек, то есть у нас хантер и все. Могут взять топаз. Пока рядом нет других игроков, персонаж, подобравший камень, накапливает стаки сияния. Когда набирается 100 стаков, они на 20 секунд превращаются в безупречное сияние. А игрок, а также союзники, которые находятся рядом, получают баф под названием сияющая аура, увеличивая их шанс критического удара на 100%. С момента поднятия камня до получения ауры проходит 100 секунд, и когда вы получили ауру, используйте эмоцию слэш похвала на поющем подсолнухе. Рекомендуем использовать макрос. Я скину вам его в канал. Бзда. Ну и все. 86. Окей, пинаем босса до процентов 30. И это, хилы. Подхиляйте всех людей, чтобы от АОЕшки они много дэмэджа не получили. Просто по одной ходке накидайте. Сейвы нажали, босса убили. И это эмоушен, эмоушен жмите. К хантишке подойдите и нажмите эмоушен. Ну, походу, кто-то не нажал. Ну, господа, ну, как бы это... Все обговаривалось. Эх. Да можно в мифике, кстати, ее сделать, когда пойдем завтра за маунтом. Мы оставим одного ящера, я его маркну. Не спешите их дамагать. Хорошо? Хорошо. Терчаю еще раз. Вот. С мобом. С мобом, да. Я буду играться. Я ему буду кидать хватку. Вы ему можете кинуть... Оковы. Господин пушистенький. Руты не надо. Это в самый последний момент. Я озвучу, если что. Смоленую трапу можно кинуть. Ир, если что. Ну, короче, мы распределим контроль. Давайте попробуем. Отсчет. Так, метку луну никто не трогает. Хорошо. Ой, что-то он ускорился. Бля, оттолкните луну, убегите, не ауешьте. Не ауешьте, не ауешьте, вообще не ауешьте. Я еще не того забрал на себя. Луну никто не бьет. Чисто таргет дэмэдж. Хорошо. Луну зарутать. Луну зарутать. Господин друид. Окей, луну никто не бьет. Акунду бегаем. Кайтим, кайтим просто. Просто бегаем, кайтим. Никто не бьет ничего. Все. Акунду только бьем. И все. Аккуратнее там с ихомбездной, с карабтами своими. Отводи, отводи. Отойдем давайте. Я не хочу никакой клифф видеть вообще в охотника. Играемся. Сейвы нажмем давайте. Все, молодцы. Одного можно было оставить. Все, все, все правильно. Все, молодцы. Ну и изящий вообще. О, питомцы. Найс. Короче, задача проста. Пушистенький берет на себя мобов. Танчит их, не убивает. А мы в этот момент раскладываем босса. Ну и дамагеры. Постарайтесь только вы отправиться вниз. То есть когда вы на самом деле каст будет кастовать, чтобы только вы затянулись вниз. Постарайтесь. Типа на краешек выйду, подойдите. Отсчет. Иди, агреба бог. С квадратика. Беги, беги, беги. Они уже там стоят, ждут тебя. И все. И в квадратик их уводи. А мы пинаем Растахана и Вансамди. Беги, малышка, беги. Растахана допинываем. Ну да, полямы хпл мобов, ты бы сумеречка. Нормально бы их поддамагал, это точно. Все, молодцы. Идем дальше. Можете отвлечься минут на 2 на 3. Перед боем с мегакрутом призовите двух близкотронов. Их нужно ставить рядом. Они начнут сражаться друг с другом. И после этого вступите в бой с боссом. Как только один из близкотронов умирает, появляется близкотрон 2. Он достаточно легко убивается, но обладает следующими способностями. Это сверкающая буря. Это АУЕшка в радиусе 8 метров. Из нее нужно убежать. Также золотая цепная молния. Это цепная молния по 10 таргетам. Ее нужно прерывать. Ух ты, сложно. Короче, вызываем двух близкотронов. Пулем босса. Близкотрон морфуется. Киляем близкотрона. И киляем босса. Все. Ну, если что, с бомбой побегешь. Призывай, призывай. Я сам призову, когда нужно. А, так, у меня инженерная пандарина нет. Нету на этом 5. Я могу 5000 наложить. Ну, 5000, значит, давай, да. Все, хорошо. Даю отсчет. Где он у меня? Вот, отсчет пошел. Ставлю дурачка. Играем в босса. А че они не дерутся? Я не понимаю. О, дерутся. Ну, мы пинаем, пинаем босса. Пинаем босса. Я грипп на первого моба. Других его рутнишь. Хорошо. От пушки отходите. Рутый моба. Молодец. Близкотрона убить. 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 Бомбами вышли. Все. Убиваем босса по обычной тактике. Замечательно. Убить. 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 Замечательно. 20 гмжсов, да. Замечательно. Хорошо. Сначала должно вылезти, потом мы должны убить сестру и брата. Ты нам говоришь, когда вылезет, тогда мы ее убьем. Все. Я понял. Получается как-то так. Ну и тут ты типа мутишь мутки. И вот ты видишь, да, квадрат. Эти. Ориентир, короче, огоньки. Вот дальше огоньков ты не уходишь. Которые на углу типа стоят. И все, там бегаешь, кайтишь, я не знаю. Да ты ее шатнешь, наверное. Нормальная у меня леска. Все нормальная. Леска, леска хорошая у удочки. Радиус неплохой. А. Ну ты справишься же? Сейчас посмотрим. Ну все, мы кулим. Скажешь, как выловишь. После того, как он выловит, мы убиваем боссов. Пока что мы... Ну давайте до половинки их снесем, чтобы они типа чейнжнались. А потом это. Посмотрим. В одну точку под танка давайте. Под танка, под танка. Чтобы воиды особо не разливать. А они вообще чейнжнутся? Чейнжнутся, чейнжнутся, не поменяются. Стоп дэмэдж. Стоп дэмэдж по сестре и брату. Ждем, пока он выловит. А воиды тут вообще бывают. Кто еще раз? Здесь карта идет крупный лофт 2 минуты. Ну уже почти полторы. А-а-а! Так это ждем, значит, тогда все. Стоп, полторы минуты. Аккуратно нас затягивает. Сопротивляемся. Сопротивляемся. Ну опачка. Что-то это, эта тварь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пытайтесь ламинарию убить, господа. Я внизу, меня не хильте, хильте рейд. Ух ты, это хороший мух, мне понравилось. Бля, каст ваншотный кастует. Ну-ка, давайте-ка рейндж-кастами ее добьем. Молодцы. Все, масс рез. Я отвлекусь на минуту. Но мне кажется, два снежочка слева и один справа. Насколько я правильно помню. Лутеринян и Вераок возьмут слева, опачка возьмет справа. Давайте попробуем. РЧ. И я, типа, это... Не помню, где снежки находятся. Но, Лутеринян, я дам тебе помощника. Ты можешь ставить метки на пол. Поставишь звездочку и печеньку. Это будут твои метки. А я поставлю ромбик. Третью войд-зону со снегом. Чтоб, если мы вайпнемся, чтобы знать, где они лежат. Вот. Не то, что если мы вайпнемся, если мы зафейлим ачиву. Вот. Мы тут не вайпнемся. Ну, если вы не замерзнете. Ну, вы вроде адекватно тут все собрались. Ну, не зря же вам тут уходим на бах. Вот. Отсчет. С плащами это аккуратнее. Чтоб корабль много не обладает. Че говоришь? А снежки в одну бочку тащить? Да. Да-да-да. Вы все втроем, вроде, должны встать в одну и ту же бочку. Ну, сейчас проверим. Типа я сам не в курсе, как делать ачив. Сейчас все узнаем. Лавину Кайси. Типа я знаю не больше вас. Ну, вот я прочитал и все. Пропустим вихрь давайте. Все успевают, нормально все. Угу, хорошо. 10 человек, вообще кайф. За всеми можно уследить, но. Так, кота ждет. Идем, угу. Я взял, кажется. По три, да? Мы тоже взяли в луне. Суммарно три. Подождите, а тут вообще не замораживает. Тут даже образов нету, да? Бля, такая вообще. Такой слагмод. Взяли? Два снежочка слева. Слева один. Ищите второй. Под боссом второй. Второй под боссом. Возьмите аккуратненько. Не сбивать каст. Не сбивать еще пока что. По-моему взяли. Правильно? Разбить глыбу. Разбить глыбу. Взяли? Да, взяли. Сбить каст. Идем к бочке, которая рядом с боссом. Глыбы выбить. Идем к бочке, которая рядом с боссом. Сломать бочку лучиком. Ну, стрелки быстрее к бочке. Что вы с***те-то? Давайте. Все, хорошо. Три человека со снежинкой встали к бочке. Прямо сейчас. А вот снеговик есть. Где? Вон он стоит рядом с бочкой. Он растаял? А, он сейчас растаяет. Сейчас его трахнет. Играйте с боссом. Походу вообще заморозки нет. Все, он растаял. Давай босса сюда. Все, молодцы, убиваем босса. Все, молодцы, поздравляю. Слава рейдера за два часа. Умницы. Плюс маунт мне и вам. Найс. Он улетает, кстати, четко. Давайте сейчас героик. До мега круто. И на роскоши сделают ачивы те, кто не смог. Хорошо? Ну, кто типа не хочет, можете ливать. Окей?